Всем привет, на связи Триал Спорт, меня зовут Ксю. Сегодня у нас в обзоре женские крепления для сноуборда Rom Gill сезона 22-23. Это еще одни крепления из списка Whiteline 100. Официальный слоган рекламной кампании этих креплений гласит «Gill – это щедрое предложение для достижения совершенства от вершины склона до паркового превосходства». Жесткость этих креплений 5, назначение All Mountain, представлены в размерах S и ML, то есть размерный ряд от 36 до 44 размера. В этих креплениях представлено множество уникальных технологий от компании Rom. Разбираем все и подробно. Начнем с базы. База – это место, куда ставится нога райдера и через которое усилие передается от райдера на сноуборд. В этих креплениях база композитная с асимметричной металлической платформой. С внешней стороны отсутствует боковая поддержка нижней части ботинка. Такая технология обеспечивает более легкое исполнение всевозможных прессов и баттеринга, дает больше флекса и подвижности ботинка в креплениях и дает больше возможностей для свободного легкого катания и для совершения серфовых поворотов. В базу интегрирована газ-педаль из пены Ива, у которой есть небольшой антишок для гашения ударной нагрузки при прыжках. Далее про стрепы. Стрепы – это основной элемент, который притягивает ботинки к креплениям. В этих креплениях стрепы изготовлены по уникальной технологии перфорации от компании Rom, которая называется AUX TECH. Верхний стреп имеет дополнительный силовой контур для надежной и комфортной фиксации. Нижний стреп силового контура не имеет, он крепится на носке ботинка. Гребенка и крепление стрепа к базе имеют особую геометрию, при которой в открытом положении они разваливаются в разные стороны, обеспечивая легкое встегивание и выстегивание ботинка из креплений. В комплекте с этими креплениями прилагаются запасные трещотки и запасные крепления для стрепов. Это очень предусмотрительно со стороны компании Rom, ибо найти оригинальные запчасти на нашем рынке очень сложно, а заказывать у производителя и ждать получения долго и утомительно. Далее про бакли. Бакли исполнены из скованного алюминия. Этот материал обеспечивает долговечность использования и надежность фиксации. Заканчиваем со стрепами еще одной уникальной деталью в этих креплениях. Это рычаг Pivot Mounts. Этот рычаг регулирует высоту фиксации с верхнего стрепа. Чем выше зафиксирован верхний стреп, тем он лучше и точнее передает усилия от райдера к сноуборду. Это важно при скоростном катании и в карвинге. Чем, соответственно, ниже зафиксирован стреп, тем это дает больше подвижности и флекса, что важно для баттеринга и серфового катания в пухляке. Далее про хайбэк. Хайбэк – это часть креплений, обеспечивающая поддержку задней поверхности голени. В этих креплениях хайбэк пластиковый, точнее нейлоновый, с прослойкой и с пеной ИВА для комфортной посадки. Хайбэк средней высоты и средней жесткости. У него имеется уровень регулировки по углу наклона и имеется регулировка по положению хайбэка относительно заднего канта. Также хайбэк имеет асимметричную форму, что соответствует анатомии человеческой ноги. Далее про поворотный диск. Поворотный диск среднего размера подходит под закладные 4х4 и под закладные по типу Channel. В комплекте идет только одна пара болтов для закладных по типу Channel. Все знают, что для Channel используются винты чуть большей длины, чем для обычных закладных по типу 4х4. Поэтому второй комплект винтов придется купить или добыть в бою. Разобрав все детально, можно однозначно сказать, что это очень технологичное крепление. Начинка полностью соответствует своей цене и назначению. За последние несколько лет компания ROM очень сильно обновила свою линейку снаряжения, внедрив в нее очень много полезных технологий. Крепление GILD – отличное тому доказательство. Ну и в завершении я, как всегда, вам напоминаю, что крепления всегда выбираются в паре с ботинками, чтобы они хорошо подходили друг к другу. На этом у меня сегодня все. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, задавайте вопросы в комментариях. И не забывайте катание и главное катать. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова